Здравствуйте, Раф Лайтман. Наша встреча, в которой мы хотим провести курс, в которой мы хотим дать человеку быть готовым к завтра, быть готовым к счастливой жизни. В прошлой программе мы развернули широкую картину, как происходит с ним эволюционный процесс у всего человечества. Человек меняет парадигму. То, что когда-то я пытался наполнить себя, родные, близкие, семья. Сегодня я чувствую, все эти формы размываются, теряют свою прежнюю привлекательность, свой смысл. И нет разницы между моей семьей и кем-то еще в мире. Мы все проходим какую-то подготовку. Природа нас готовит к новому уровню гармонии, именно вне меня, в правильной связи с ближним. И мы хотели бы вместе с Лемор понять, как эта парадигма выглядит, как выглядит душа человека, как он устроен. Может, Лемор, ты можешь нам помочь? В общем, как мы можем помочь ему изменить себя? Эти самые сильные вещи, которые принесла в нашу жизнь психология, это понимание того, что человек, весь его внутренний мир, он совершенно его не осознает. Как метафора Фройда известная, которая говорит, что тот человек как айсберг, у которого видно только верхушку, но весь его внутренний мир, частный, он находится внутри него, и люди другие его не видят, и он сам его не видит. Эту часть айсберга. Как я меняю это все? Я немного знаю о себе, я могу немножечко изучать себя. Но как я смогу изменить себя, чтобы быть подходящей, когда у меня нет никакой власти над этим? Я дам вам пример. У меня есть две вещи, которые я хочу сделать. Например, я договорилась с кем-то встречу в 12. Я говорю, в 12,5 минут я буду у тебя. Он мне говорит, ты можешь прийти до 12,15, но я не смогу прийти в 12,5 минут. Я даже не знаю, почему это происходит постоянно. Постоянно есть всяческие формы поведения у человека в общем. Даже когда он изучает себя, вещи внутри него кем-то управляются, запускаются. Какие-то вещи он может преуспеть изменить, какие-то нет, что-то он понимает. Но он все равно не ведет себя как правильно, не ест правильную пищу здоровую. Как мы можем привести себя вот к этому самому равновесию, чтобы есть здоровую пищу? Что бы я хотела это делать? Что бы я сделала с собой вот эти расчеты, что да, что нет, что моему телу будет полезно, от чего я поправлюсь? Как я смогу влиять на это все, если я недостаточно знаю об этом? Ну, если мы говорим об изменении в человеке, мы видим, что мы не можем себя изменить. Или мы, когда рождаемся, получаем все эти привычки, все эти... Все воспринимаем из окружения. Свяло, которое нас выращивает. Да. Окружение, родители, потом дети, потом окружение, друзья. Мы знаем, насколько это окружение влияет на юношество, полностью определяет юноши, готовые на все, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих. Потом, чем мы больше вырастаем, нам становится все менее важно мнение окружения. Потому что человек, вырастая, взрослея, он в течение своей жизни проходит тот процесс, как мы прошли в течение всей нашей истории в эволюции человеческого общества. Да. И мы видим на маленьком человечке, насколько он зависит от близких, родных. Потом круг расширяется, все шире и шире. И в юношестве мы чувствуем, насколько они зависят друг от друга, от мнений, отношений, от мнений общества. Когда они оставляют вот эти принципы родителей, но они еще не развили свои. Это, в принципе, только временно оберегает их. Но потом они из этого выходят и становятся независимыми ни от кого. В общем, как будто они строят свой собственный скелет. Да. И получается, когда-то это поддерживало человека, взрослого, тоже с помощью мнения окружения, мнения общества, общественное мнение государства, все это было важно и близко ему. Сегодня, поскольку мы настолько смешаны во всем мире, перемешаны, человек этого не осознает, но он как бы находится в некоем пространстве. Со всеми он еще свою связь не установил. Мы находимся в разных общественных виртуальных сетях, в социальных сетях. Но это еще поиск, переходный период, который мы проходим. И он может быть достаточно длительным, переходный период. В какой степени длинный? Это могут быть десятки лет, пока мы не придем к состоянию, что мы будем понимать, что мы зависим друг от друга, все вокруг всего мира, всего земного шара. И мы приходим к состоянию, что если я хочу быть счастлив, если я хочу быть счастлив, я завишу от всего мира, а мир зависит от меня. Вещи достаточно туманные пока. Весь мир зависит от меня, я завишу от всего мира? Да, да. В конце концов, мы видим тенденцию к этому. Мы пока так четко этого не видим. Я не вижу, что если я сейчас произвожу некое действие, весь мир изменится вследствие этого. Но мы видим, например, такие нападки в различных общественных системах. Да. Они все работают в реальном времени. Но человек так не чувствует. Хотя день от дня мы видим, насколько мы зависимы от разных бирж во всем мире, от политических изменений. Здесь режим упал, а здесь кто-то выскочил. Или там... А я плачу по-другому за электричество, за пищу, за бензин. Короче, мы все это чувствуем острее. По нашему карману. Но мы действительно можем ощутить эти вещи не по состоянию кармана, кошелька, а по ощущению неприятному этой взаимной зависимости. Видимо, этим... Мы чувствуем это также и в болезнях. Болезни, конечно. Различные эпидемии. Да, в экологическом смысле. Катастрофы все эти. То, что в Японии произошло, повлияло на весь мир. Мы пока все еще находимся. Нам не очень об этом рассказывают. Но это радиоактивное облако окутывает весь мир. И неизвестно еще, что там оно несет. И так далее, и так далее. Вопрос... Как долго нам придется изучать все эти вещи, чтобы понять, что мы зависимы друг от друга? Вопрос таков. То, что я когда-то зависел от семьи, потом от более широкого круга. сегодня я, если я раскроюсь, что я завишу от всего мира, что мне это даст? Только более надежную жизнь, что я более правильно устрою свою жизнь за всем миром. Или наполнение, источник счастья, источник хорошего настроения, духа жизни. И что я сегодня ищу? Мне так кажется. Сегодня все более и более люди находятся в поиске некоего наркотика, чтобы не ощущать пустоту. А на самом деле то, что глубоко-глубоко в человеке он все больше ищет смысл жизни. А где он его найдет? Смысл жизни, он не зависит от уровня жизни некоего, от формы жизни. Да, даже не от длительности жизни. Мы видим, и не раз говорили об скандинавских странах, что мы видим, что это не зависит ни от религии, верования, ни от образа жизни материальной. Видимо, мы приподнимаемся уже над этими поисками в поиск более глубокий. Зачем жить? Для чего жить? И это очень большая проблема. У нас на это нет ответа в человечестве. Если когда-то это было как американская мечта, скажем, что смысл жизни преуспеть, быть преуспевающим в глазах окружающих, сегодня это не настолько. Прошли дальше. Нас-то не очень интересует. То есть я не нахожу в этом источника наслаждения. Несмотря на то, что некоторые до сих пор еще ищут, а некоторые находятся в состоянии, как будто уже все, их это уже больше не интересует. Да-да, но тенденции, я говорю о тенденции, все человечество делится на много групп и видов. есть такие, которые еще прежде чем обнаружить себя выходящими из деревни, удовлетворяющимися немногим, чувствуют неудовлетворенность и пока чувствуют себя преуспевающими в большом городе. А есть такие, которые покидают город, не хотят его, их куда-нибудь хотят удалиться. люди находятся на разных стадиях развития. И тенденция в том, что все больше и больше наше эго, желание наслаждаться, поиск счастья ведет к тому, чего вроде бы и нет в нашей жизни. Поэтому жизнь предназначена в основном для того, чтобы обеспечить наши жизненные потребности. Культура, просвещение, наука, все это когда-то нас наполняло и до сих пор иногда доставляет удовольствие. Но через это мы выходим и попадаем в некое пространство новое, пустое. Здесь большая проблема. Мы действительно находимся в поиске и особенно люди вашей профессии, которые принимают людей и решают их проблемы. Как вы говорите, большая часть проблем в айсберге, невидимая часть айсберга, неудовольствие. Отчего? Есть очень большое отчаяние. Это все производит различные внешние проблемы, страхи, отчаяние. Это причина такого рода явлений и, конечно, разных болезней, депрессии. Причина большинства болезней, депрессия. Чем можно человека наполнить и успокоить эту тоску, эту подавленность? Люди выходят на улицы? Они не знают. И ощущение очень большой запутанности и у меня. Различные взгляды на это. Они говорят, может быть, я понимаю, говорить о том, что вы говорите, начинаю понимать. Смысл может быть в том, чтобы понять в том, что происходит. может быть смысл понять, где я нахожусь и куда я двигаюсь. Но вы говорите, что смысл должна быть в том, чтобы понять некие отношения частного человека и мира. Да. То есть изменение восприятия, развить, возможно, что-то новое. Нам непривычно думать об этом. вопрос простой. Можем ли мы показать человеку, что его наполнение истинное может быть вследствие хорошего отношения, доброго отношения между ним и окружением. Когда он начинает заботиться, начинает заботиться о других и из этого он находит, в этом он видит свое наслаждение. ты хочешь насладиться. Это не только то, что у меня ничего нет и ощущение все, что у меня будет нет и недостаточно. Я должен еще... Нет, нет, нет. Я бы сказал иначе. То, что у тебя будет все, ты почувствуешь, что у тебя ничего нет, что это тебя не удовлетворяет. А что же не хватает? Ну, скажем, мы обеспечим всем то, что есть. Этим мы всех приведем к самоубийству. Да. Мы видим, эта тенденция именно такая. Потому что они теряют всяческий интерес. После наполнения человек приходит к желанию, что ему нечем насладиться. И я спрашиваю так, можем ли мы то, что мы видим в природе, природа нас приводит к глобальной связи между нами и обязывает нас прийти к глобальной связи, обязывает нас быть взаимосвязанными друг с другом, как в единой семье. Вот это всемирная связь, а ты... Даже если мы обеспечим жизненные потребности, необходимые, мы пока не способны. Мы не будем способны, если мы не будем правильно связаны друг с другом. И вопрос. Я все-таки пытаюсь термином природа объяснить тенденции, эволюции, в которой мы находимся в этом процессе. Этот процесс, приходит ли он к тому, что через жизненно необходимое, через кризис, кризис финансовый, кризис в пропитании, в продуктах питания, в экологии, в разных таких вопросах, она нам природа показывает, что мы должны войти во взаимность, во взаимозаботящееся общество, общество взаимосвязанное, общество интегральное, где распределение взаимное и забота... То есть, применять восприятие мира человека. Природа обяжет нас быть взаимосвязанными. После множества проблем мы видим, что нам придется быть единым народом по всему земному шару. Не сегодня, через сотню лет, не важно. То есть, развитие человечества это в том, чтобы осознание, что выше всех изменений мы все зависим. И все эти изменения между нами мы должны научиться вести себя и думать по-другому. Да. Да. Я имею в виду это для того, чтобы уберечь жизнь. Иначе все это будет разрушено. И это говорит о кризисе. А что же значит тогда научиться вести себя по-другому? Минуточку. Минуточку. Я говорю так. То, что я сейчас изучаю через весь этот кризис, происходящий по всему земному шару, на местах это происходит. Природа приводит меня к пониманию, что я завишу от всех, а все зависят от меня. Это несколько идеализированная формулировка, но в конце концов это так. В промышленности, в торговле, во всем, у всех наших услугах, сервис по всему миру, все мы взаимосвязаны, мы видим это так. К этому мы пришли. В нашем развитии мы вдруг стали индивидуалистами, связанными вместе по неволе. Мы были индивидуалистами, но теперь мы связаны, взаимозависимы. Мы взаимозависимы, в семье мы независимы, от родных и близких мы независимы, в маленьком нашем окружении мы независимы, в государстве мы независимы, но мы зависимы во всем человечестве. Это значит... И мы видим здесь тенденцию, я говорю о тенденции. Теперь тенденция ясна. От того, чтобы быть маленьким эгоистом, заключенным в некий свой круг, в семью, в общество, в народ, государства... То есть, в смысле, заботишься только о себе. Я вижу, что я завишу от всего мира. Даже если это за счет других. Я вижу, что я завишу от всего мира. Я говорю так. Природа обязывает меня познать, что я завишу от всего мира в сущности, к чему я в конце концов прихожу. Когда-то я получал наслаждение от того, что я наслаждался семьей. Да. Потом друзьями. Некий клуб, государство или народ. Я получал наслаждение от участия в некоем кругу. От своей принадлежности. И эти круги исчезли с моего горизонта, пропали, растаяли. Я не вижу, что я могу насладиться от этой связи с ними. Они существуют, но я готов их поменять. Постепенно. В каждом народе по-своему тенденция к тому, что я сейчас буду связан со всем человечеством во всем мире. И это то насущно необходимое, о чем говорит мне природа. Если раньше я был связан в семье, я очень о ней заботился. Они заботились обо мне. И вот так каждый друг о друге. И мы действительно были вместе. Мы наслаждались тем, что мы вместе и всем нам хорошо, и мне с ними хорошо. Этим я удовлетворялся. Эгоистическое развитие это не развитие количественное только. Я покидаю семейный круг ради круга ближайшего окружения. Это развитие качественное. И нет у меня с ними особой близости, скажем, кровное родство, где мы были бы родные, близкие. Это нечто естественное, природное. Круг такой кровной связи разбился, и мы чувствуем сильнее связь с определенным окружением. Окружение мы можем поменять. Родных и близких я изменить не могу. А здесь я очень динамичен. Несколько видов окружения, несколько видов общества я меняю в течение жизни. И особенно виртуальные, но здесь качественно иное развитие. Я сейчас забочусь об этом обществе, в котором я нахожусь. Я от них завишу, они зависят от меня. Я хочу хорошо выглядеть в их глазах, я чувствую себя хорошо с ними, но я качественно завишу от них. В семье я был зависен по здоровью, воспитанию, по всему тому, что у меня имелось в детстве или предстояло в старости. Но сейчас я покидаю семью и вхожу в более широкий круг. Я должен возле себя выстроить разные системы, разного рода сервис, вспомогательные системы, которые обо мне позаботятся в золотом возрасте, позаботятся, если я болен, позаботятся о разных вещах, скажем, обеспечить продукты, питание, место жены, обеспечить уборку, чистоту. то есть мы технологически первым делом выстроили разные вспомогательные системы. Вместе с тем, что мы видим, в семье мы не нуждаемся. Так мы прорываем границы семейные и выходим в круги внешние. Раньше мне помогала семья в дни слабости, в дни болезни, в дни старости, в другие времена. Вместо этого я выстроил внешний сервис. То есть я менее зависим от своей семьи? Я совсем независим, вовсе независим. Я живу в доме, который мне, допустим, наводит чистоту, если мне надо, или поставляет мне питание, или я с легкостью в магазине покупаю тарелки одноразовые, я их просто выкидываю, или кладу в посудомоечную машину, стирает мне стиральная машина. Мне не нужно этих услуг. я не нуждаюсь. У меня все из машины обеспечивают меня. И это помогает мне из семьи выйти во более внешний круг. То есть вы говорите, что здесь есть определенное направление. Да, вместо семьи, семья мне уже больше не нуждая, выхожу во внешний круг. Я могу из этого более внешнего круга выйти еще дальше. Мне не нужно государство, не нужен народ. Многие люди определяют себя как гражданин мира. Да, общий язык. Я могу жить в самых разных местах. Моя профессия, и это действительно так, в любом месте я могу найти работу, и так далее, и так далее. То есть я построил системы изучения языков, изучения профессионального обучения, изучения ментальности людей. Мир становится очень смешанным, и любой человек может жить в большинстве государств. И оно так действительно и происходит. Теперь в соответствии с этим я наслаждался этими внешними кругами определенное время разными кругами. И сегодня тоже есть сторонники какого-нибудь футбольного клуба по всему миру, допустим. Но мы сейчас находимся в кризисе, который силой выводит нас к тому, чтобы мы были взаимосвязаны во всем мире. И здесь возникает вопрос. То есть не только технические? Нет, нет. А связь не только технологические? Не только технические, не только технологические. Я становлюсь связан со всем миром, но это как в семье. Я с ними был связан, чтобы обеспечить себе разные вещи. Я от них зависел, был в их руках, если мне плохо. А если мне хорошо, я заботился о них. И это было взаимно. Сейчас мы точно так же становимся связаны во всем мире. Взаимно. Чисто материально. В поставке материального обеспечения. Но если меня совершенно все равно радушен ко всему миру, и мир равнодушен ко мне. Да, это проблема, но это проблема материальная. Это проблема страха? У меня вопрос такой. Раньше я наслаждался семьей. Быть среди любящих меня, любимых мной, близких меня, понимающих меня, понимающих это тепло, взаимное отношение доброе. И затем круг друзей или в народе, в государстве были те вещи, где мы были взаимосвязаны и зависели друг от друга. И чувствовали свою принадлежность к этому? Это все рушится, сыпется. И вопрос правительства сегодня в современном мире, правительство не очень независимо и не очень самостоятельно зависят друг от друга. И правительство может пасть без всякой войны. Достаточно государство изолировать от каких-то связей, правительство падает. Я уже чувствую, я не чувствую этих государственных границ в том числе. Мы себя все больше чувствуем смешанными по всему миру. И сейчас каждое государство чувствует себя, что оно находится с другими государствами, как соседи, как человек с соседями. Одна семья с несколькими семьями другими. То есть весь мир, скажем, пара сотен семей. Ну да, хорошо. И все они может быть находятся в противостоянии и в не очень добрых расчетах, но взаимозависимы и тут ничего не поделаешь. Теперь вопрос такой. Если мы взглянем таким образом на мир, и мы чувствуем взаимную зависимость, взаимный трепет, ответственность, споры действительно как между соседями обычно. Наше эго обычно так нами правит. Если мы при этом не понимаем, что даже в материальном виде мы должны прийти к взаимному пониманию, и даже если мы пойдем дальше, что это не соседи, а это будут связи такие, как в семье, нам придется прийти взаимному поручительству. Если мы из этого можем... Выгода пока нет, чисто материально. Взаимное поручительство, хорошо. В этом можно как-то увидеть будущее, к которому природа заставит нас прийти. Вопрос иной. Можем ли мы из этого сделать такой вывод, что мой источник счастья, счастья не насущно необходимого в жизни материальной, я уже говорю о счастье, внутреннем удовлетворении, душевном удовлетворении, моральном удовлетворении. Не можем ли мы представить себе так, что отсюда может прийти также то счастье, о котором мы говорим. Если мы начнем изменять себя, хорошей, доброй связи между нами, этим мы может быть найдем счастье, найдем как бы это сказать, тот источник счастья, которого мы ищем. Это самый источник удовольствия, наслаждения. Да, источник наслаждения. Если мы пойдем дальше, мы почувствуем, еще через некоторое время, после этого, может быть, несколько десятков лет, мы почувствуем в мире, ну так что с того, что ко всем я отношусь хорошо, и все относятся хорошо ко мне, это как в семье, наш эго растет. И этого тоже не будет достаточно. я начинаю чувствовать себя как в единой семье, ну и что дальше? Эго растет. Что мне с того? А где мое наполнение? Наше эго начинает подталкивать меня вперед. Но куда дальше? Объединяться в некое общество межпланетное, какая-то межпланетная взаимозависимость, что я ищу. Надо понять, что в сущности устремление, тенденция в том, что мы не должны развиваться дальше. Особенно дальше нет некуда развиваться. После того, как мы приходим к состоянию, что мы почувствуем насущную необходимость быть в хорошей взаимосвязи всем нам, когда человек выходит из рамок семейных, из рамок друзей и приятелей, из рамок государства и народа, он делает скачок. И это происходит сейчас, должно произойти. Человек делает скачок очень большой изменения, психологическое, очень большое, качественное. Он начинает преобразовывать себя к тому, чтобы хорошо относиться к тем, кто вообще находится против него, как противники, враги, ненавидящие его. Человек должен изменить свою природу. То, что я становлюсь человеком, который любит мир, любит человека в мире, это совсем непросто. Мы видим, что если когда-то мы продвигались эгоистически... Я не поняла. Я повторяю. Может быть, немножко по-другому, потому что сейчас, если я должна быть на связи со всем миром, всех их должна любить? Нет. А что же такое возможность быть в хороших отношениях? Ты думаешь, что достаточно я тебе, ты мне? Я ей, она мне? Видимо, нет, потому что с этого как раз я и начала, с внутреннего ощущения. Достаточно ли быть во взаимном поручительстве? Но мы уже находимся в определенных обязанностях. Да, мы подписываем договора. Мы не обижаем один другого, не заботимся. Не только не обижаем, мы партнеры, сотрудники. Мы партнеры по этому земному шару. Но при всем при этом мы всего лишь заботимся о нашей материальной жизни. Каждодневной. Да, как в семье. Как в семье. Только шире. Достигаем ли мы этим покоя? Устремление в природе какое? Это слышится уже как мир в мире? Я не хочу мешать, но мне это кажется настолько далеким. Это воображаемое нечто. Вы можете дать пример. Например, мы проводим некую игру для людей, мероприятия с людьми, групповые занятия. Каждому даем кубик шоколада в руки, они счастливы. И начинаем им рассказывать, как его делают. В сущности, здесь акцент в том, что этот шоколад проходит по всему миру, пока не попадает ко мне. После того, как человек... После того, как мы спрашиваем, о чем вы думаете, большинство людей говорит, я думал только о том, что я его положу в рот. А практически все мы связаны и не чувствуем, не понимаем, и более того, нам не важно. Я не знаю, мы проскочили несколько этапов, и я вообще не знаю, как можно говорить о взаимном поручительстве. Давайте человеку понять, почувствовать, что он связан со всем миром. Да, но взаимный поручитель. Это может быть на нескольких уровнях. То, что мы с тобой вместе, вообще, все люди в городе строим то место, которое называется мэрия, муниципалитет. Оно заботится о наших нуждах. Я не говорю о политике, которая там творится, и о той грязи, которая там. Они, допустим, должны чистить улицы, вывозить мусор, обеспечивать нас электричеством, водой, канализацией. Все эти вещи должны работать. Обеспечивать детские сады, больницы, медицину. Мы нуждаемся в управлении городском, чтобы оно нам служило. В этом мы сотрудники, партнеры. Да, я эту зависимость чувствую, когда я плачу налоги городские. Да, я не говорю о том, что ты чувствуешь по карману. Я об этом, я говорю об основах. Но мы, в общем, мы находимся рядом. Мы функциональны для друг друга. Обслуживаем, но у нас нету связи. То есть, здесь связь не в чувствах, а взаимное поручительство, чисто материально. Это пока на таком уровне. Хорошо. ты говоришь так. Было бы очень хорошо, чтобы мы в таком взаимном поручительстве были, в понимании вокруг всего земного шара. Потому что сейчас весь земной шар, как ты говоришь, кубик шоколада проходит. Давайте-ка сейчас дадим каждому человеку понимание, прежде чем он возьмет в рот этот шоколад. Ты хочешь, чтобы у тебя был шоколад, чтобы у тебя была любая другая вещь, ты должен позаботиться обо всех. Все должны заботиться о тебе. Это понятно нам с точки зрения экологии. Да, чисто материально. Да, материально каждодневно. Но нам нужно не просто не разрушать земной жар, не пачкать его, не загрязнять. То есть это называется, что нам нужно правительство всемирное, и оно должно заботиться обо всех нас вместе. Оно должно заботиться об определенном уровне жизни, чтобы не было нищих, бедных, больных, и так далее, и так далее. То есть мы уже приходим к состоянию, где мы заботимся друг о друге. Обязаны. 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 В этом взаимное поручительство материальное. Пока. К этому мы можем понять, что мир продвигается. И можно это произвести с точки зрения равновесия экологического, изменений, именно в том, чтобы было правительство мировое, заботилось о нашем доме. Есть Всемирный банк, мировое правительство, разные такие вещи, но что? Нас это обязывает измениться. Нас это обязывает к изменению точки зрения, что мы все взаимозависимы. Ну, по крайней мере, нужно принять это как-то противодействие. И это уже большая часть интегрального глобального воспитания, о котором мы заботимся, которое мы хотим поведать всем. то есть взаимная зависимость это есть интегральное воспитание? Поэтому мы хотим это понять. Да, это во-первых. И это то минимальное, к чему мы должны прийти, чтобы выжить. Если нет, все, будет закончено, разрушено. Да. Сейчас мы говорим о счастье. Да, о счастье. Вернулись к счастью. Очень хорошо. Для чего? Природа продвигает нас к этому. Почему эго в человеке растет все время, все больше и больше? Надо самого разного рода другими видами связи в природе, неживыми растительными животными. Почему человек меняется? Зачем он меняется? Куда? Скажем так, почему и куда? Скажем так, что мы придем к этому взаимному согласию, обеспечивать насущно необходимое для всех и будет, вот как сегодня, есть множество споров, справедливое распределение, равное распределение для всех и так далее. Очень много здесь работы общественной. Социальной. Да, верно. И для того, чтобы быть в гармонии, мы не сможем прийти к гармонии, если мы не будем взаимосвязаны во внутренней заботе друг о друге. Потому что ни один из нас не может быть удовлетворен тем, тебе надо 2000 калорий в день, а ему столько-то, а ему столько-то. Мы все разные, каждый отличается от других, каждый из нас находится на разных уровнях, во всем отличается от других. Поэтому мы должны быть как в единой семье и думать о том, что мы делаем, чтобы было хорошо каждому. И мы как единая семья. Ты не можешь делить так, тебе кусочек хлеба, тебе кусочек хлеба, тебе яблоко, тебе яблоко, тебе одежка, тебе одежка. У нас различные потребности в еде и в разных вещах. И поэтому мы в относительном виде должны пропорционально каждому дать обеспечить каждому так, чтобы это было справедливо, чтобы я посмотрел на всех и сказал про каждого, это справедливо. Почему справедливо? Этот получил вон сколько, а этот в этом отличается, а этот в этом. Если я не обеспечу каждому то, что нужно ему, из того, что мы способны распределить, потому что мы находимся как в семье, мы всегда ограничены. ни одного мы не можем обеспечить настолько, насколько это ему нужно, потому что человеку даже всего земного шара будет недостаточно, всего мира недостаточно. То есть мы всегда должны обеспечивать некий пирог, он обычно ограничен, пирог на всех, и чтобы каждый понимал, то, что он получает, вот это ему положено, а иначе он нанесет ущерб всем остальным. И каждый должен быть доволен тем, что получает он, потому что если он получит больше, он нанесет ущерб другим. Вот тут как мы связываем себя с другими, всем мы, чтобы не было воин, чтобы не было протестов разных, мне положено больше, ему положено меньше, и так далее, и так далее. Как нам прийти вот к такому взаимному ощущению, как в семье прежних времен, как это было когда-то. Ну а что это значит? Мне не кажется, что было так в семьях когда-то. Нам просто надо выжить. Вы объясняете, должен быть устроен мир по-новому. Я могу это понять, тебе это, мне это. Мне пока не важен ты. Я думаю о том, чтобы не было войны. Это не значит, что ты мне важен. Минуточку, сейчас пойми. Распределить таким образом, чтобы каждый получил, то, что мы распределим и вместе примем решение. Каждый получит это внутренне, воспримет это. Чтобы он был согласен с этим, он должен в чувствах сочувствовать всем, как в семье. Я получаю немного, потому что дедушке надо купить лекарство. Я получаю не так много, потому что этому младенцу нужны подгузники. То есть мы сейчас приходим к ощущению взаимного поручительства вокруг всего земного шара чисто технически для того, чтобы увидеть, что невозможно обеспечить это материальное техническое поручительство без внутреннего душевного сотрудничества, как в семье, когда мы все согласны и каждый доволен. Даже если это приходит за счет уступок у меня забрали, но это потому, что ему это нужно. Он в особом состоянии, в особом положении. Все прегрешения покрывают любовь, как говорится. То, чего мне недостают материально, я восполняю душевно. Я понимаю, какова цель происходящего. Я принимаю ее, она часть меня. И тогда, только тогда материальное обяжет нас быть во взаимном поручительстве душевном, внутреннем. И это обяжет нас быть во взаимной любви. А иначе я не соглашусь. Иначе я буду грызть себя. Что я сделаю, чтобы изменить это? Дай мне то, что мне положено. То есть, о чем я говорю? Мы обязаны прийти к взаимной связи, взаимной, внутренней, быть как единая семья. Тогда, поскольку мы поднимаемся здесь над нашим эго, мы из этого начнем получать ощущение счастья. Над нашим эгоизмом, это моя забота о себе, это имеется в виду единственное? Я о себе, когда я себя начинаю чувствовать связанным со всем миром, я хочу поглотить весь мир. Вместо этого мне придется уступить всему миру, делать уступки. Наоборот, я буду доволен, счастлив. И как я буду доволен в таком состоянии, в таком положении. Здесь мне надо компенсацию себе дать через любовь. И это то, что когда-то было в семье. В общем... Поэтому была возможность дать другому гораздо в большей степени, чем на каких примерах учиться. Отец работал в поле целый день, мать целый день хлопотала по дому, стирала, готовила для всех. Дети каждый ходил в школу или помогал тем или другим. Девочки помогали матери, мальчики помогали отцу. И так все жили. То есть все, что мы сейчас видим, это все-таки вернуться назад? Нет, не назад. Вот сейчас мы поймем, в сущности когда-то весь мир лет 50 тысяч назад приблизительно 50 тысяч лет назад мир был как единая семья. А потом эго разделило нас. Но ведь не было связи между людьми, они жили... Но они жили племенами. Они жили племенами и все было общим. Они ловили мамонта, неважно кого. если они поймали, все голодные, все заботятся обо всех. Затем вследствие роста эгоизма удалились друг от друга, один от другого, один от другого. И после множества лет, скажем, 50 тысяч лет, 100 тысяч лет, сейчас мы возвращаемся к тому же состоянию. Но мы к нему возвращаемся, мы к нему возвращаемся не инстинктивным внутренним образом, поскольку был страх выживания. А сейчас мы должны к этому прийти осознанно, вопреки нашему эгоизму, связать нас взаимным образом, в чувствах, во взаимном поручительстве материальном, и к этому в чувствах. адвокат сказал несколько лет назад, если ты выводишь лошадей из их стойла, не жди, что они вернутся туда-обратно. И вот мы сейчас так же мы были не свободны, но каждый сам по себе. А теперь мы находимся в неком общем, и теперь отправимся в противоположную сторону. Хорошо, но эти лошади, если они снаружи чувствуют удары, голод, холод... Они поймут, что им нужно помогать, вернуться? Они припомнят, что есть у них теплое стоило, есть теплое место, им вместе стоит справиться, быть в одной конюшне. Но теперь не каждый сам за себя, а именно все вместе весь мир. Что-то такое? Это непросто. Это слышится как очень тяжелое действие. Но страдания в пути, которые нам природа приготовила, настолько велики, что нам стоит эту тенденцию рассмотреть. Может быть, мы сократим страдания хоть немного. Тем, что мы сможем ускорить этот процесс? Конечно, конечно. Мы очень скоро увидим. Люди безработные выходят на улицы, нет порядка в обществе, даже в каждом государстве. Все проблемы связаны с кризисом, экономикой? Они будут крушить этот вид правительств, государственного устройства? Извините, в этой взаимосвязи на уровне чувств, понимания. Понимание? Я не говорю о чувствах, я говорю только о понимании. Разум. Понимание, осознание того, что необходимо. Мы обязаны, я не хочу, но мы обязаны создать вот эту связь, эту взаимную заботу. Этим мы сможем ускорить процесс такой болезненный. Конечно. Зачем нам проходить эти болезни? Мы примем лекарства заранее. Мы можем с помощью разума видеть то, что рождается, и мы можем сэкономить уйму проблем. Мы можем с помощью нашего мозга создать новое желание? О, это вопрос. То есть вопрос, каким образом мы меняем себя из ненавидящих друг друга в любящих друг друга? Ты как психолог можешь нам сказать? Ну, ты можешь нам дать решение? Как мы? Моша наверняка знает, с помощью чего изменяется человек? Окружение. Окружение. А где мы возьмем окружение? Пригласим с каких-то звезд инопланетян? Нет, в нашем мире нет окружения. В нашем мире окружения нет такого. Но имеются люди, которые понимают и продвигаются к пониманию, приближаются к пониманию, что вот это изменение произойти должно. Есть множество людей сегодня. Которые это чувствуют неким образом? Психологи, социологи, политики, современные видят, что это неизбежно. Я слышу это, ну, по крайней мере, что я вижу, это происходит в мире бизнеса и в психологии, которая занимается организацией, партнерством, взаимопомощи, необходимость работать вместе, взаимодействовать на различных предприятиях, когда отправляют туда различные всякие информации. именно технический мир, он приходит к тому, что он взаимодействует и необходимо научиться друг с другом общаться, взаимодействовать. Но это же не является заботой друг о друге. В технике мы, конечно, сблизимся. Здесь чисто материальные проблемы и те люди, у которых пока есть желание быть богатыми, великими, властвующими, они будут действовать в этом направлении. Экономически, опять же. Да. Но я говорю, из тех страданий, которые мир раскроет, в которых мир раскроет отсутствие внутренней взаимосвязи, раскроет то, что мы продвигаемся под воздействием нашего эгоизма. Наш эгоизм растет, он нас продвигает на очень много уровней вперед. С одной стороны, растут и все больше и больше растут люди, которые хотят быть богатыми. Все? Все хотят быть богатыми? Нет, нет. Человек, желающий быть богатым, он буквально посвятить себя этому должен. Есть очень много людей, которые хотят быть властителями. Только такие приходят, потому что пройти надо по головам всех остальных, растоптать других. Есть очень много людей, которые хотят быть руководителем, сильные, лидеры такие. Каждый себя чувствует как то, где он наслаждается, чем он наслаждается. Хороший лидер, ему деньги не важны. Он наслаждается тем, что он лидирует, руководит, возглавляет. Правитель, ему не важно ничего, кроме того, чтобы править в этом направлении или в этом. Вы видите, как эти люди меняют партии, течения, потому что у власти нет направления. Главное быть наверху и так далее. Такого рода люди будут подталкивать вперед наше развитие. Вследствие того, что они нас подталкивают вперед, мы все время находимся в таком мире, где капиталистическая эта форма уже завершается. Больше люди не повышают приобретение, закрываются предприятия, люди уходят на улицу безработные, и их надо обеспечивать или поубивать. Война это решение, говорили об этом открыто. мы обязаны обеспечить им уровень жизни. Уровень жизни не просто им обеспечивают жизнь. Занятость, что делать? Занятость, но при этом еще и чем заниматься, в этом большая проблема, самая большая. Чем будет заниматься человек все те годы свои, я говорю о годах, не о часах, годах, где он сейчас избавляется от своих занятий, избавляется от работы, избавляется от всего прочего. Чем он займется? Что я хочу сказать? Природа продвигает нас, она нас продвигает на разных эгоистических уровнях в таком виде, что в конце концов мы приходим после множества течений развития нашего эгоизма власть, правительство, богатство, наука, ученые и простой народ, который просто хочет хорошо жить, оставьте меня в покое. Они тоже, хотя мы и меняемся, но они тоже развиваются. И все мы попадаем в новое состояние, где мир вдруг становится, находится, сосредоточен в больших городах, не связан с природой, невозможно вернуться к сельскому хозяину, дай мне моё поле, оставь меня в покое. Есть люди, которые в нынешнем кризисе хотят сбежать на землю. Пусть у меня будет моё, я построю домик на земле или даже выкопаю бункер какой-то, чтобы избежать атомных бомб. И как бы он в этом хочет почувствовать вкус жизни, такая наивность определен. Ты себя похоронишь там внутри. Человек не понимает, насколько он не способен вот так жить. И в общем мы приходим к состоянию, как мы сможем править миром, устроить мир заново так, чтобы 50% тех, кто должны работать, кто всегда работают, они сейчас в состоянии увольнений. Говорят о 50%, хотя говорят даже о 70% или 90%. Сейчас говорят о том, что 1% населения земного шара достаточно, чтобы весь земной шар обеспечить пищу. Ну, с 7-8 до 10%, чтобы все прочие потребности обеспечить. Получается так. 90% населения мира будут свободны? Ну, вычтем детей, вычтем стариков, женщины будут дома, с этим большой проблемой, нет, заботятся о семье, но в любом случае огромный процент, 30% мужчин будут не будут знать, что с собой делать. То есть здесь очень большая проблема, что человечеству делать самим собой, и это будет большой заботой тех государств, где проценты безработицы, скажем, 30-40 и более, как в Испании, как в Западной Европе, эти проценты растут. Что делать? Здесь должна быть обратная тенденция у человечества к жизни, к жизни, не богатство, богатство, богатство. То есть ни деньги, ни почести, ни власть, ни разные другие материальные вещи, которые были прежде. Скажем, это все ты им обеспечишь, некий уровень минимальный. А с чего человек будет жить? Чем человек будет жить? Чем он будет наслаждаться? Вот это богатство, это счастье, внутреннее наполнение, что ему даст, а иначе он не удовлетворится этим, потому что они будут уволены из жизни. Сейчас, пока человек хочет с помощью своей достичь в жизни чего-то, разных вещей, что он будет делать? Вот здесь мы должны понимать, природа нам готовит некий, подложила такой заряд взрывной, что мы не сможем выдержать и устоять. разрушительный потенциал в этом есть. Да, да, поэтому мы должны понимать, если мы в этом сокращенном виде сможем увидеть будущее, совершенство, мир, покой, это только в таком виде, как мы когда-то были в семье. и тогда вследствие того, что каждый удовлетворен, мы все будем удовлетворены, мы будем счастливы от того, что счастливы другие, наслаждаться тем, что довольны другие, другого выхода нет. Как мы можем успокоить наши страсти только с помощью того, что я наслаждаюсь тем, что окружающий вокруг меня находится в том же виде. Тут есть много чего добавить, но в общем можно к этому состоянию приходить из устремлений разных, психологически подойти к этому, культурные подходы найти, но это надо посмотреть, надо развить эту тему вширь. Я хочу понять, чтобы процесс развития восполнить, я буду сидеть, я буду учиться, я приду к техническому пониманию, чтобы понять, что мы все взаимосвязаны. Это годик, скажем. Будет множество клипов по всему миру, что все системы взаимосвязаны за год, я думаю, примерно это будет так. Да, но это зависит. Ты это изучаешь? Тут есть вопрос такой. Имеются люди, которые говорят, я обязан проверить, я обязан изучить. Без изучения я с этим не связан. А есть люди, которые это слышат, мудрецы. Услышал, все, мне достаточно, я с тобой. Что делаем дальше? И таких большинство, таких большинство, потому что они принимают мир как есть. Если ты им показываешь, что это тенденция природы, что выгода у нас нет, я понял? Теперь, давай-ка, как с этим справиться. Против природы тебе нечего сказать. То есть вы думаете, что путь объяснить первую часть это фильмы, объяснения? Первая часть называется «Мы приводим человека к осознанию насущности, насущной важности взаимного поручительства в материальном мире. Мир круглый, мы все взаимозависимы и в конце концов придется написать, подписать договор, такое соглашение между всеми нами. В таком состоянии у тебя будет находиться 90% мира. Скажем, 90% безработные, 10% трудятся. И человеку, его эгоизму, который будет продвигаться, нечем насладиться в жизни. Именно об этом хочу продолжить вопрос. Приходит вторая часть учебы, взаимное поручительство в чувствах. Сколько времени это займет? Сколько лет человеку надо изучать? Это мы должны посмотреть. Как мы для этого строим окружение? Систему объяснения. Систему объяснения и не только объяснения, воспитание. Систему именно объяснения и воспитание это все вместе. во взаимном влиянии люди меняют человека, чтобы находиться во взаимном поручительстве в чувствах, чтобы весь мир чувствовать, как единую семью, чувствовать всех. Это огромное изменение. Я хочу только понять это изменение. Допустим, несколько лет, не знаю, 20 лет. Нет, учеба не должна быть продолжительной. Я спрашиваю, как прийти к этому ощущению. Хорошо, давай-ка взглянем на это иначе. Мы сейчас, если так, где мы видим себя перед входом, у входа? Мы говорили в прошлой беседе, что мы находимся в родовые схватке, как будто мы чуть-чуть выглянули, высунули голову наружу и видим будущий мир, но пока еще не очень видим, что происходит, буквально как младенец, как плод. Что делать с плодом? О нем начинают заботиться. Сколько лет? 20 лет, скажем. Дай Бог, чтобы за 20 лет мы те, кто сегодня еще в 30-40 лет не хотят мамин дом покидать. Если так, по крайней мере, да, этим вещам выдели на них хотя бы 20 лет. То есть именно надо сегодня к каждому человеку в мире относиться так, что ему надо родиться, если ему предстоит родиться. Есть такие, которым пока еще не о чем говорить. Именно внутренне, как бы духовно он должен родиться? Именно духовно, душевно. У него должно быть ощущение, что наступает нечто новое. Что происходит? Что будет? Что делать? У него есть некая забота. Он чувствует на своей шкуре. Ему не надо быть мудрым или понимающим. И тогда человек приходит, человек попадает в систему объяснения пока чисто материальную. Ты ему объясняешь. Чисто материально ты должен разделить объяснение это тоже на несколько видов населения. Есть такие, кто говорят несколько клипов, отлично, я тебе верю. И Нобелевский лауреат мне об этом рассказал, кинозвезды мне об этом рассказали, правительство мне об этом говорит, королева Англии мне об этом рассказала, звезда Голливуда мне об этом рассказала. От чего люди получают впечатление? Знаменитый футболист мне рассказал, баскетболист, или мудрец, или ученый, или Обама мне рассказал, или Ахмед Дениджат мне рассказал, достаточно, скажем, верю. Не то, что он знает, он поверил им. Есть у него доверие, подход к жизни такой, что от них он зависит. Это они возглавляют его, и собственной головой он сейчас не желает пользоваться. Ты уже здесь можешь с ним начать говорить, именно с такими простыми людьми. можешь немедленно начать, продолжить тему поручительства взаимного материального объяснения в разуме. Это у нас называется образование, образовательная часть программы. Но в сущности ты уже с ним можешь тему взаимного поручительства в чувствах, потому что иначе он не понимает. Ты его вводишь в искусственное окружение, окружение искусственное, то есть оно ему обеспечивает формы поведения, новое воспитание. Это работа психологов и люди начинают работать над ним. Начинают над ним работать и завершают. Есть такие, которые нет. Им надо понять, узнать, поспорить, обсудить. С ними работа сложнее в материальной части. И работа сложнее и в части душевной. И в образовании, и в воспитании. То есть две части будут длинные? Ну, конечно. Если у него развит разум, он хочет исследовать, понять. Его эгоизм развит больше, ему нужна большая забота. Ну, так он даже больше понимает о себе. Да-да, и да, и нет, но забота в любом случае о таких людях должна быть гораздо больше, гораздо более, как бы это сказать, сложной. Это значит, что есть курсы, которые будут более короткие, более длинные? Нет, я не думаю. Я думаю, что эти курсы будут до 120 лет. Я хочу спросить. То, что я сказал, лет 20, я привел пример, что ребенок рождается, так дайте ему хотя бы лет 20. Вот, допустим, я попал в состояние. Я хочу этапы развития посмотреть. Я пришел в состояние, что мы все связаны как в одной семье. Мы пришли к гармонии? Нет. Эгоизм развивается еще сильнее. Мы начинаем человека приводить действия через окружение, и мы начинаем видеть его истинный эгоизм относительно окружения. Насколько он не желает объединяться с другими, насколько да, здесь есть психологическая, групповая, очень большая работа. Здесь мы действительно, все человечество проходит как через котел плавильный. Хотя это и теплица с одной стороны в группе, но такая теплица, где мы выясняем и исправляем себя образом очень, я бы сказал, интенсивным. Внутри проходят драмы, внутри проходят, то есть мы выясняем наши взаимоотношения. Да, человек уже в окружении выясняет, мне относительно окружения гораздо больше. Этим мы ускоряем наше развитие. Я не просто так сказал, что это как теплица или как инкубатор. Развитие в том смысле, что человек учит себя, изучает сам себя. изучает себя и думает. Кто он в взаимодействии с другими. Да, но в окружении с другими. То есть вместо этого окружения мы должны привести к человечеству. То есть окружение это пример человечества. И в конце этого процесса он приходит, как мы уже сказали, в гармонии во всем человечестве. И я счастлив. Нету в этом окончания, нету в этом конца. человечество в это входит все глубже и глубже. И есть такие круги, которые в этом совершенно не были, они приближаются к этому. А есть те, кто прошли это обучение и образование, ты из них делаешь учителей, воспитателей. И все вдруг чувствуют, что у них тут есть работа с утра до вечера. Но сколько мы должны есть, сколько нам нужно одежды, сколько именно вот этим мы должны дать занятия для всех. потому что в этом мы видим интерес наш. Природа увеличивает наш эгоизм до такого уровня, что именно в этом я нахожу себя. В том, чтобы учить и учиться. Учить и учиться и объединяться вместе. Если, может быть, мы шагнем еще в конце беседы дальше, тогда мы начнем раскрывать внутреннюю силу между нами. Не просто хорошие отношения между нами, когда каждый насколько он получит, настолько он насладится тем, что наслаждаются все. И не от того, что я сейчас прихожу к счастью, от того, что все счастливы, то есть я их люблю. Нет, я начинаю чувствовать любовь как нечто общее для нас. Я не наслаждаюсь от того, что я люблю кого-то. Я не наслаждаюсь от того, что он меня любит. Я наслаждаюсь от поля любви, которое мы между нами чувствуем. Это раскрытие эффекта явления совершенно нового, которого мы не чувствовали раньше. Мы можем представить, уподобить этой любви, которую чувствует любящая пара между собой в некие моменты отдельные, когда есть отрыв от материального. Не на первой стадии влюбленности, а... Это не влюбленность, это взаимовключение, взаимное, душевное, духовное, настолько, что пропадает различие, разница, расстояние каждого с другими, со всеми другими. Когда создается близость и интимность. У меня нет к этому слов. Ну да, до сих пор этого нет слов. Говорится о новом понятии, я говорю как ученый, говорится о новом понятии, новом понимании, мы его достигаем, о нашем существовании внетелесном. То есть, я существую в этом ощущении общим, в котором я нахожусь. То есть, я выхожу из своих границ и живу между всеми, среди всех. Внутренним, душевным образом я так чувствую настолько, что тело мое и то, что имеет отношение к тому, сколько я зарабатываю, сколько я получаю от окружения, сколько я не получаю, пропадает из моего ощущения. Мое ощущение целиком и полностью, как сказано, большая рыба поглощает желания, рыбы маленькие, так и с желаниями. Большие желания поглощают маленькие. То есть, желание большое поглощает другие. Я в этом не чувствую другие вещи, желание подавляет другие, потому что мы все желания, и вот это большое желание общее, оно вне меня, оно стало общим, вне меня, и оно становится для меня тем местом, где я нахожусь, живу, все прочие все вещи пропадают из моих ощущений, просто исчезают настолько, что я отрываюсь от моего тела, пусть оно живет до 120, неважно сколько, я от него отрываюсь, я поднимаюсь на уровень осознания в пространство внетелесное, настолько, это не существует сегодня, и все это должно дать психология в течение курса этого, да, всего лишь психология, всего лишь психология, и это человек должен чувствовать, находясь в жизни, при этой жизни, да, конечно, пока мы не оторвемся от нашего тела настолько, что будем жить в этом общем ощущении, все вместе, как единое целое. То есть мы до сих пор живем в нашем теле, но мы не заняты им, не чувствуем его. Да, потому что мы все люди ощущения, когда мы выходим в это нечто общее, то постепенно мы начинаем понимать, что прежнее, то, что у нас было ощущение, что я нахожусь в теле, и живу в нем, и так далее, все это было у меня только ощущением. Насколько я вхожу в общество как единое целое, там я раскрываю этот новый объект, новое желание с его наполнением, взаимной любовью, и это для меня становится реальным, реальным моим телом, а предыдущее тело, я вижу, оно не было реальным, я его чувствовал в своем эгоизме. Маша, предыдущее тело это ощущение, мое восприятие предыдущее. Да, когда мой эгоизм нейтрализован, я вижу, что это было это была иллюзия. Да, да, иллюзия. Эгоизм. Я перешел от отождествления себя, то, что хорошо мне, для отождествления со всеми, как единое. Тогда, мы в этом видим тенденцию природы, куда она должна нас привести, на свой уровень, на уровень единства, объединения, любви и вечности. Но мы же не видим этого в природе. Потому что мы не можем увидеть, пока мы в наших эгоистических чувствах находимся. Нет, мы не видим этого ни в неживой, животной, растительной природе. Конечно, не видим. Это мы тоже раскрываем в нашем эгоизме. Тогда мы не видим, потому что мы ограничены. Мы прекращаем чувствовать не только себя, но и этот материальный мир на неживом, растительном, животном уровне чувствовать перестаем. Потому что кто его чувствует? Мое тело. Мои чувства. Мое эгоистическое желание чувствует его. И если оно пропадает, исчезает, растворяется, то исчезает весь этот мир воображаемый. Для этого надо найти язык и терминологию. Не торопитесь. Нет, нет, не торопитесь. Мы закрываем рот. Это попозже. Это будет в конце. Нужно к этому подойти. Да. По крайней мере, мы определили некий процесс, что мы хотим сегодня, что есть в конце. Мы вдруг почувствуем, что у нас есть пустоты внутри, очень большие, и их понадобится заполнить и скрепить их между собой, сшить их между собой. Как много раскрыть их. Окей. Мы завершаем сегодня нашу вторую программу. Большое спасибо, Лебор. Спасибо. Большое спасибо, Раф Лайтман, ведущий Мужиадмоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова